Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Глава муниципалитета Станислав Катаров вручил первые паспорта юным жителям округа. Вы становитесь полноправными членами своей страны. Мобильные бригады врачей будут работать в отдаленных амбулаториях. Делегация общества инвалидов из Москвы побывала в историко-культурном центре. Большая помощь, особенно для людей, которые не могут самостоятельно куда-то поехать. В администрации Ленинского городского округа продолжаются торжественные вручения первых паспортов юным гражданам Российской Федерации. На очередном мероприятии свой главный документ получили шесть ребят, достигшие 14-летнего возраста. Этим ребятам недавно исполнилось 14 лет, а значит пришло время получить самый главный документ. На лицах виновников торжества волнение и радость. Ведь первый паспорт в праздничной обстановке под аплодисменты зрителей им вручает глава Ленинского городского округа. Вы становитесь полноправными членами своей страны. Это, конечно же, важно. Это всегда очень почетно быть гражданами России. Но и каждый раз нужно понимать, что за словом гражданин Российской Федерации есть определенные обязанности. Полностью соглашается со словами главы Александра Плотникова. Получение паспорта для нее не пустая формальность. Это очень многое значит, потому что это мой первый, получается, важный документ. Но до этого это все было не всерьез, а сейчас, получается, у меня есть какая-то ответственность. Уже полноправная гражданка России Анастасия Королькова признается, для нее наступил новый жизненный этап и прекрасная возможность попробовать свои силы в профессии дизайнера. Я занимаюсь батиком и хочу это развивать, поступить в колледж. Поддержать Анастасию пришла ее дружная семья – мама и два младших брата. Для меня, как для мамы, конечно, это очень волнительный день, потому что я понимаю всю ответственность, которая ложится на ребенка, когда она получает паспорт. Мне, конечно, очень приятно. Мы очень ждали, подготовили праздник, подготовили праздничный торт. Мы любим свою сестру и очень рады, что она получила паспорт, потому что это очень ответственный момент. Торжественное вручение паспортов в муниципалитете стало уже доброй традицией. Ведь для ребят этот день превращается в настоящий праздник, который запомнится надолго. Наталья Буслаева, Алексей Астафоров, Ольга Садовская. Видно этого. Подмосковье готовится к пожароопасному сезону. По данным Россельхоза, его пик ожидается в мае. На территории области организована четырехуровневая система мониторинга пожарной опасности. Она включает авиационное и наземное патрулирование, космический и видеомониторинг лесных площадей. Группировка сил и средств, в которую входит более 4000 человек и 1500 единиц техники, начала подготовку еще с осени прошлого года. С начала сезона в 2023 на землях лесного фонда был ликвидирован 181 пожар. Благодаря скорости реагирования в регионе не было допущено крупных чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием в лесных массивах. А все лесные пожары были ликвидированы в первые сутки. Руководство Видновской клинической больницы прикладывает немало усилий, чтобы услугами узкопрофильных специалистов смогли воспользоваться как можно больше жителей муниципалитета. Для этого организованы мобильные бригады врачей, которые осуществляют прием в отдаленных амбулаториях. Жители трех территорий Ленинского городского округа в последних числах марта смогут воспользоваться услугами врачей Видновской клинической больницы. 26 марта узкопрофильные специалисты посетили Володарскую врачебную амбулаторию, где взрослые пациенты смогли пройти квалифицированный осмотр. 27 марта мобильная бригада организует обследование детей на базе образовательного центра «Старт» в жилом комплексе «Пригород Лесное». А 28 марта медики приедут во врачебную амбулаторию поселка Горки-Ленинские, чтобы встретиться со взрослыми жителями. Мобильная бригада специалистов будут принимать пациентов с 9 до 13 часов. Запись на прием возможна через портал Госуслуг или в регистратуре амбулатории. Делегации Московского общества инвалидов удалось окунуться в мир живописи и литературы в историко-культурном центре, где для гостей была проведена обзорная экскурсия. Подробнее в сюжете Инги Янчук. Визит делегации общества инвалидов из Москвы в историко-культурный центр начался с выставки, посвященной творчеству династии Мироновых. Виталий Миронов – народный художник России. Он начал заниматься живописью еще в детстве. В своих работах он часто изображает солдат, возвращающихся с фронта, или семьи, которые ждали отцов и мужей. Когда-то глава семьи привел в живопись сына, позже дочь. Через поколение к творчеству стали присоединяться и внуки. Сейчас коллекция пополняется новыми работами, раскрывающими творческий потенциал каждого члена семьи. Дочь Ксения и сын Александр в своих работах часто изображают архитектуру старого города с деревянными церквями, небольшими домами и широтой зеленых полей. Такие пейзажи стали данью памяти о родном городе художников – Боровске, где Ксения и Александр провели свое детство. Писать стала и внучка Виталия Даша. Натюрморты стали ее визитной карточкой. Наша художница владеет всеми техниками – и темперой, и акварелью, и маслом. И вот посмотрите, конечно, как всякая женщина, она очень любит писать цветы. Выставка произвела на меня очень хорошее впечатление. Особенно мне понравилась картина хризантемы, выполненной в стиле акварель. Рекомендую посетить эту выставку всем жителям города. Не осталось без внимания, и экспозиция «Знаете, каким он парнем был», посвященная Юрию Гагарину, где гостям рассказали о детстве и юношеских годах человека, совершившего первый полет в космос. Очень уютная здесь обстановка. И просто интересно. И про Гагарина очень интересно. И какие-то такие подробности, даже которых мы раньше не знали. В завершении программы делегация познакомилась с историей Агнии Барто, на стихах которой выросло не одно поколение. Это замечательный культурный центр. Здорово, что он есть в вашем городе, где можно получить новые знания не только о тех художниках, которые здесь проживали, но также и посвящены выставке Юрию Алексеевичу Гагарину. Ну и для детей и взрослых, конечно, узнать что-то новое об Агнии Барто, это всегда очень приятно и интересно. Очень порадовало, что вот в этом городе, видно, настолько есть такой уголок, куда можно прийти всем, прийти с семьей, прийти со своими друзьями и поприсутствовать, посмотреть на такие замечательные выставки. Организация поездок в другие города позволила людям с ограниченными возможностями здоровья не только путешествовать, но и посещать культурные мероприятия. Большая помощь, особенно для людей, которые не могут самостоятельно куда-то поехать или посмотреть. Коллеги наши с района Москвы, что они также были в этом музее, и я решила, поедем в город Видное. Инга Инчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.